И всем привет, ребят, с вами Страманька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня тот самый день, когда мы обсудим с вами одно из самых лучших, на мой взгляд, за последнее время ивентов и вообще событий в нашей игре, которое уже давным-давно, можно сказать, было, уже прошло на сегодняшний день около восьми месяцев. И, возможно, это тот самый день, когда стоит уже обсудить тот самый ивент и помечтать и подумать, когда же будет новый, когда же будет новая битва ютуберов и когда вся эта суперзаруба, эти тысячи звезд будут вновь набиваться ради нашей определенной тематики. Общей победы. Ведь это один из немногих ивентов, который меня лично заинтересовал на все 100%, и я в первое время этого ивента был максимально заряжен. Было такое ощущение, как будто в нем был мой ник, и я реально горел желанием набивать звезды и как-то подбадривать тех людей, которые также приобрели краску за того же ютубера, за кого приобретали мы. На тот момент времени это был джампер из всех ютуберов, которые здесь присутствуют для меня. Это был тот, с кем я был, наверное, больше знаком. И весь ивент, у меня была дикая мотивация затушить как можно больше звезд и, конечно же, выиграть этот ивент. Да, обидно, когда ты в него не попадаешь, хотя, если честно, изначально у меня были мысли, что как раз-таки, когда его анонсировали, что у меня есть шансы тоже быть одним из вот этих вот молодых людей. Но так сложилось все, что я туда не попал. Соответственно, у нас уже был выбор со стороны приобрести как раз-таки краску за одного из ютуберов и помочь ему выиграть. Ну и джампер это тот самый молодой человек, который был нашим ютубером, для которого мы вместе с вами играли. Те, кто были на этом ивенте, для кого это не новшество, можете также написать в комментариях, сколько вы звезд набили за джампера. Ну, либо, если вы не за джампера, покупали за кого-то другого, тоже можете написать, сколько звезд вы набили. Ну и в целом, если посмотреть на всю эту ситуацию битвы ютуберов, то она, ну, выглядела, наверное, супер круто. Наверное, супер круто, если акцентировать внимание на призы, на то, сколько можно было зафармить дополнительно. И сама атмосфера получилась в игре на момент битвы ютуберов нереальнейшей крутой. Именно поэтому я на сегодняшний день хотел бы видеть как можно, возможно, даже чаще, да, либо как можно скорее подобный ивент и либо ивенты. Я не знаю, честно, почему уже на протяжении 8 месяцев эта битва ютуберов не продолжается. При том, что я уверен, что статистика с этого ивента оказалась очень хорошей. И с точки зрения актуальности на ютубе и вообще онлайна в игре, я лично, со своей стороны, видел, насколько сильно заинтересованы игроки в набите именно звезд. И раньше до этого, ну, наверное, был только один ивент, который был где-то, наверное, года 3, может, 4 назад, когда была заруба за звезды за фрис экстишный. Тогда тоже были игроки, которые много били звезд, но не в таком большом количестве, да. То есть на тот момент времени там, ну, было, наверное, человек там 10-20, которые супер активно играли, которые хотели набивать звезды. А сейчас, под битву ютуберов, вернее, не сейчас, а когда она была, да, все проходило немножко другим образом, да. И заинтересованность от игроков была, ну, на мой взгляд, на высшем уровне. И для меня остается загадкой, почему уже на протяжении 8 месяцев, да, у нас нету как раз-таки повторения этой битвы ютуберов. И она до сих пор не вернулась в нашу игру. Да и вообще, в целом, в последнее время каких-то акцентированных интересных ивентов стало намного-намного меньше. И я нетерпением, нетерпением жду как раз-таки битвы ютуберов. Если посмотреть на итоги нашей битвы ютуберов, которая была как раз-таки в январе, то мы за джампера сумели забрать первое место с очень-очень хорошим отрывом. Более 2000 игроков на тот момент времени набило, сколько получается, 300 и больше звезд, да, если я не ошибаюсь, да. Но красок, я думаю, что в целом было куплено где-то, может, 1300-14, точно смело, да. И, в принципе, цифры такого ивента с точки зрения покупок говорят уже о многом, да. И я уверен, что это, ну, далеко не предел. Эти цифры могут быть значительно больше. И интерес от игроков может только и только увеличиваться. Если будут интересные призы, будут интересные спецпачки, ну и в целом... Я даже думаю, что вот если повторить такие плюс-минус призы, это уже будет очень-очень неплохо. Но можно и закреативить, можно уже что-то и сверху дополнительное придумать интересное. И всегда такие вещи, если они меняются, они как раз-таки повышают интерес к подобным ивентам. Ну и в целом, конечно, мне лично на сегодняшний день хотелось бы, чтобы я тоже попал в этот список. И мы вместе с вами могли по-настоящему уже потушить. Ведь когда ты играешь за кого-то другого, то у тебя, ну, немножко, наверное, другие какие-то эмоции, да. Нежели когда ты сам являешься тем ютубером, за которого нужно набивать звезды, да. Но даже с точки зрения того, что мы не попали в эту битву ютуберов, которую вы видите на своих экранах, у меня все равно была хорошая, добрая мотивация и, ну, какое-то такое соперничество, да. Когда я понимал, еще когда только было начало, когда там было маленькое очень количество отрыва звезд, да. То есть, под конец-то ивента там уже вообще улет получился жесткий, да, в 300 звезд. Но это прям безумно большие цифры. А когда было только начало, когда там были отрывы, там, по 30 звезд, там, либо нас обгоняли, да. То есть, когда вот такая вот была соперническая вещь, тогда мотивация прям бить, бить, бить звезды была бешеная, просто бешеная, да. Когда ты понимаешь, что тебя догоняют там и то, что тебе надо постараться набить как можно больше, чтобы как раз-таки помочь выиграть своей команде. И по окончанию ивента, если не ошибаюсь, то я даже был в топ-3 по набитым звездам за джампером, да, если не ошибаюсь. Ну, я точно помню, что я набил 10 тысяч, а вот какое место я был, не помню. Ну, знаю, что Серега точно высоковольный был на первом месте, который набил за этот ивент более 15 тысяч звезд. Это было, конечно, супер жестко и для него, и для всех, когда ты видишь такие безумные цифры. Но, как вы видите, именно такие ивенты и мотивировали игроков набивать звезды. В общем и целом, что я бы хотел сказать. Я с нетерпением жду новой битвы ютуберов. И если мы в ближайшее время, даже я бы сказал, наверное, в этом году ее увидим, это было бы безумно круто. Пишите, что вы думаете по битве ютуберов. Хотели бы вы ее в ближайшее время увидеть. И напишите, что вы думаете по поводу той битвы ютуберов, которая была. Можете также написать, какое количество звезд в той битве ютуберов вы набили. Ну, либо, если не играли, то, в принципе, просто поделитесь своими интересными мыслями, связанные с этой битвой ютуберов. Поддерживайте обязательно данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. С нетерпением ждем новой замечательной битвочки ютуберов. Ну, и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках нашей игры в аккаунте. Кимоличный тег, это тег.темп. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч так годно. Вся информация по розыгрышу есть в описании. Ну, а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.